Всем привет, с вами видеоблог Варстори, я Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор вещей на аукцион на следующий на июньский 2021 года. Все вещи, которые сейчас здесь лежат, они будут выставлены на аукцион уже в эту пятницу. Начинаются торги и все вещи, которые лягут на этот стол, также из этого же самого каталога. И обратите внимание, что расширяется кругозор. Теперь еще печатная продукция у нас есть, представлена она широко. Фалеристика не только немецкая, но также и отечественная. Обратите внимание, здесь у нас медали и знаки еще дореволюционные, до 1917 года выпущены. А также еще и штыки на этот аукцион пришли. Это не все. Антикварное холодное оружие, которое будет выставлено, еще кое-что у меня здесь припасено. Вот в этом вот черном таинственном кейсе. И этот таинственный кейс мы с вами точно так же выложим сюда. Поехали. Давайте сейчас пробежимся сначала под тем вещам, которые лежат на столе. Часть из них вы видели в предыдущем обзоре. Например, вот этот немецкий крест, орден немецкого креста. Яичница или партийный значок для близоруких. Его немцы сами так называли. Это купалевый дэшлер на 1944 год примерно и дальше. То есть, такой достаточно поздний. Но при этом он в ментовом состоянии. И он очень ценный, очень редкий сам по себе. И в коробке именно от этого типа. То есть, здесь все нормально. И обратите внимание, здесь вот такие натертости на бархате, на ложементе. Именно от этого креста. Если сюда другой положить, он будет по-другому натираться. Он по-другому будет прилегать просто вот к этой поверхности. То есть, этот непосредственно орден жил именно вот в этой коробке. И, естественно, я говорю, что она правильного типа. Потому что они, конечно же, все по производителям отличались. Но этот предмет мы с вами отсмотрели в предыдущей, что называется, серии. Железные кресты второго класса. Они тоже на этот аукцион идут. И два первоклассника. Один вот на такой вот на ракушке, что называется. На закрутке. На такой красивой. И он практически в идеальном состоянии. И с достаточно таким бюджетным относительно стартом. Потому что цена, ну такая, прям в рынке, прям хорошая. В принципе, если за него никто не ударит, скорее всего, его заберу я. И тогда уже он либо ко мне в коллекцию попадет, либо будет выставлен там подороже. То есть, этот крест гарантированно уйдет. Потому что, я говорю, если за него никто не ударит, его заберу я. Также еще вот выпуск сороковых годов. Это выпуск сороковых годов. Железный крест на Первую мировую. Резонный вопрос может возникнуть, зачем немцы выпускали кресты на Первую мировую во Вторую мировую войну. Все просто, потому что был призыв. И люди, ветераны Первой мировой войны призывались. И, собственно, свои кресты, свои награды они также дальше носили. Плюс еще, ну там, фрачные какие-то варианты и прочее. Поэтому награды Первой мировой войны выпускались, производились и были в продаже во время уже Второй даже мировой войны. И в том числе и между войнами. По медалям по русской императорской армии вы видели в прошлом видео уже их анонс и то, как они выглядят непосредственно. Из того, что вы не видели, здесь есть жетон в память об отмене крепостного права, например. Тоже такой интересный момент. И не так часто такие жетоны попадаются. И здесь с обратной стороны мы видим дату 1911 год. И по окружности надпись в память 50-летие освобождения крестьян. Интересный жетон, не частый и такая тема достаточно узкая. Но чем мне нравятся эти жетоны, они отображают яркие исторические моменты, как раз относящиеся к нашей с вами истории. Это очень круто, я считаю. По антикварному холодному оружию тоже давайте пробежимся. По вещам, которые будут, которые уже точнее выставлены на аукцион. Вот, например, Mark II британский штык. Это одни из самых недорогих штыков, которые есть вообще на рынке на антикварном. Из тех предметов, которые являются оригиналами. Тем не менее, то есть, как точка входа в такую коллекцию антикварного холодного оружия. Неплохая вещь. Две тысячи с небольшим, старт. Ну, они так и стоят, в принципе. Есть два француза. Это Le Belberthier. Обратите внимание, что они без кольца здесь. И один из них на парных номерах. По-моему, этот. Нужно смотреть всегда. Вот здесь на ножнах. Всегда номер набивался с обратной стороны от этих ворот для подвеса. И вот здесь, где должен быть крюк у другого штыка, здесь тоже у нас присутствует номер. И эти номера, если бьются, то это прям хорошо. Здесь стандартная рукоять желтого металла. И номера парные. По клинку также все хорошо. Это так называемый клинок розали. Так их называли французы. Потому, что они оставляют рану в форме розочки. И вот когда нам говорят, я не устану, что называется, это повторять. Когда говорят, что штык трехлинейки это было жестокое оружие. И только у нас им пользовались. Вот, пожалуйста, это французы. В дальнейшем поляки использовали такие предметы. Но уже укороченные и так далее и тому подобное. Поэтому тоже такой интересный документ эпохи. Вот этот прям хороший. Прямо хороший. Именно по состоянию. Здесь будет старт что-то в районе чуть больше 10 тысяч. Второй штык тоже в хорошем состоянии. Он стоит чуть-чуть подороже. Но при этом он является такой редкостью. За счет того, что у него рукоять стальная. Стальная рукоять на этих штыках. Это как раз нечастый признак. По клинку мы посмотрим. Здесь клинок без следов ржавчины. Он полностью весь белый. Вот предыдущий такой еще в воронении был. И номера здесь разные. Вот какой выбирать. Что называется выбор за вами. Но именно конкретно для завершенности коллекции. Мне, например, больше нравится предыдущий. Потому что его уже не улучшить. Здесь вот тот, который с остальной рукоятью. Это прям редкость. Его найти в оригинальном виде. Именно без вмешательств. И на парных номерах достаточно сложно. Тем не менее это реально. Но, допустим, если брать такой. То он уже на парных номерах. И, в принципе, уже голова не болит. Ничего улучшать не надо. Следующий штык. Это образец 1864 года. Тоже такой. Относящийся к категории культурных ценностей. Периода середины 19 века. 1864 год изготовления. Здесь клеймо стоит. Ну и такой приятный достаточно предмет. Часто они в таком более ушатанном состоянии встречаются. Следующий образец это риммингтон образца 1867 года. Он уже четырехгранный. И такой более увесистый. Что называется более брутальный. Сам по себе более мощный. Поэтому тоже такой интересный момент. Это такую же цену будет. Старт у него абсолютно такой же. По годам, по-моему, здесь клейма с годом не стоит. Тем не менее. Значит, следующая вещь из вот этих штыков. Он самый, можно сказать, дорогой. Это снайдер Энфилд. Который с ножнами изначально идет. То есть, вот мы видим. У него трехгранный клинок. И он с ножнами полностью в комплекте. Весь на клеймах. Также вот вы видите сейчас его на экранах. У него что-то в районе 16-17 тысяч будет старт. Вот здесь у меня подсказка есть. Еще один предмет. Это тоже не свойственно. Но вот принесли запчасти. От кортика Люфтваффе образца 1935 года. Мало ли, если кому-то нужно. Я сначала брать не хотел. Потом думаю, зачем мне за людей решать. Лучше я выставлю просто эту историю. И дальше люди сами решат. Нужно такое выставлять или не нужно. Потому что это фактически запчасти. Это ножны. Почти в полном сборе. Здесь нет цепи. И клинок отдельно. Клинок без клейма. То есть, сюда требуется рукоять. И чисто теоретически, возможно, у кого-то есть рукоять. Например, клинок обломанный. С ножнами какая-то проблема. И вот вещь имеет какую-то сентиментальную ценность. Тогда это такой отличный донор для реставрации. То есть, возможно, для этого понадобится. Либо кто-то хочет, допустим, сделать какую-нибудь переделку из оригинального железа. И вот тоже как донор вполне себе. Тем не менее, вот посмотрим. Мне самому интересно, уйдет этот предмет или нет. И, кстати, вы сейчас можете сделать ставки. Даже если не хотите торговаться за эти вещи. Можно примерно поспорить в комментариях, что уйдет, а что нет, что дорого, а что очень дорого, а что наоборот недооценено. Это любопытно, вот почитать ваши комментарии. Прежде чем мы с вами кейс откроем, а мы его откроем прямо сейчас, чтобы показать, что здесь за вещи, давайте еще с вами печатную продукцию отсмотрим буквально быстро. Я сделаю специально стрим. Можно будет в прямом эфире отсмотреть. Мы с вами подробно прямо посмотрим. Например, альбом ситуационного черчения исполнил для военного топографического училища капитаном Андронниковым. И дальше здесь уже идет шкала штрихов Лемона. И мы видим тут прототипы местности и так далее. Тому подобное. Здесь такие технические чертежи. Мы понимаем, что они не совсем интересны, может быть, людям, которые далеки от этого, либо которые не изучают конкретно этот материал. Тем не менее, здесь для меня лично самая ценная история – это обложка и титульный лист за счет того, что он очень круто смотрится на фотографии. То есть, если сюда выложить вещи какие-то тематические по русской императорской армии, это смотрится бомбически. И, в принципе, здесь такой старт не очень дорогой. Поэтому, если люди вот именно какой-то такой реквизит, что называется, ищут для того, чтобы можно было положить, оформить коллекцию, это интересный момент. Если он, опять же, не уйдет, я тоже по поводу него подумаю, потому что все-таки фотографий нужно делать много. Все-таки видео и фотоблог, там все дела. Поэтому, возможно, нужно будет даже такую штуку присмотреться и взять. А может нет, не знаю, посмотрим. И еще один момент из плоскостного материала. Это Ганс Лиска. Это альбом. Альбом в таком хорошем коллекционном состоянии. И мы видим здесь его рисунки. Естественно, это уже размноженные копии в то время. То есть, это не оригинал его рисунка. Это были официально выпускаемые альбомы в то время. То есть, это оригинал 40-х годов. И вот, например, мы здесь видим SMG. Это MG34 на станке. Соответственно, расчет здесь ведет огонь откуда-то из укрытия. Какие-то разбомбленные города. Прибрежные. Публичный дом. Стрепушник. Образца 1940 года. Парижский. И дальше тоже еще здесь есть погрузка, например, боеприпасов. Береговая оборона. Это береговая артиллерия здесь есть. И тяжелые боеприпасы. Фигуры мужчин, которые тягают тяжелые снаряды. И обратите внимание, насколько это диссонанс идет. Мы сравниваем здесь женщин, которые в полупрозрачных одеяниях танцуют. И сразу же переворачиваем. Здесь тоже с голым торсом. Практически топлес. Но уже потеющие мужики тягают крупнокалиберные снаряды к своим орудиям. И дальше здесь у нас пошли тоже. Здесь есть и колонны. Колонна здесь читается. Соответственно, отечественная наша техника. По мотивам фотографий все это было сделано. Бойцов, которые проходили на Восточном фронте. Путь свой через наши позиции. В том числе видели они вот эти колонны. Разбитую технику и прочее. Баранины, судя по всему, бойцы. 1941 год. То есть, это картины, которые немцы сами наблюдали. И по большому счету это такой... Один из самых известных альбомов. Ганса Лиске. И здесь вот, кстати, тоже. 1941 год. Хенкель 111 и его пилот изображен. Я думаю, что многие видели эти рисунки. Просто не знали, например, автора. Все эти рисунки я предлагаю с вами посмотреть более подробно на стриме, который пойдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Перед окончанием аукциона. Тоже мы с вами сможем это все дело посмотреть. Так же, как до этого я вам показывал. Ой, какой там был альбом. Панцергренадер с предыдущего аукциона. Кстати, тоже очень хороший. И прямо вот он понравился. Ну, разошло. Я думаю, что и здесь тоже Ганса Лиску. Посмотрим и обозреем. Открываем чемодан. И в этом чемодане сразу же видим кортики и штыки. Всем полюбившиеся штыки. К винтовке система Маузера К-98. Это боевой штык 1944 год. 1944 год характерная для этого года и для этого периода изготовления. Грубая обработка. То есть, он не зашлифован, не заполирован уже после обработки. Потому что экономились человека часы и труда часы в это время уже. Поэтому здесь пошли на некие упрощения техпроцесса. Все клеймы на месте. Воронение родное. То есть, здесь присутствует небольшой налет такой. Но все в оригинале. То есть, с того времени этим предметом ничего не делали. В очень хорошем состоянии вещь. Но у него все равно есть какие-то вот такие вот потертости. Есть какие-то моментики. То есть, он не будет стоить как предмет ментовый. Этот предмет я нашел в Америке в конце прошлого года. И, собственно, его сюда выставлю на аукцион. Так сказать, для поддержания. То есть, должны какие-то вещи от меня идти. И вот этот предмет пойдет от меня. На подвесе прям сразу. То есть, он здесь укомплектован полностью. И его мы давайте с вами вот сюда положим. Следующий предмет. Это кортик Люфтваффе образца 1937 года. Производитель Алкоса. Хотя многие уже догадались. Потому что только у Алкоса были ножны именно этой формы. И обратите внимание, он весь такой вот в ровненькой патине. Весь в серебрении. Также этот предмет будет выставлен от меня. Потому что буквально вот он недавно только появился. И я решил тоже такую вот вещь поставить. Этот кортик не будет стоить как предмет в люксовом состоянии. Потому что здесь все-таки есть какие-то моментики на рукояти. Здесь все-таки есть какие-то моментики. Вот именно вот такие тычки на головке рукояти, например. Но это все такая прижизненная история. Потому что видно, что им не играли после войны. То есть вся вот эта патина, она легла сверху этих побоев небольших. То есть вещи все-таки их носили. Носили несколько лет. Что-то могли ими задевать и так далее. Я лично этот предмет выбрал. Потому что он в состоянии на такую твердую четверку. Даже вот с небольшим плюсом. Из-за чего? То есть вот эти вот моменты, они компенсируются. Первое. Подлинностью сбора. Потому что он полностью алкосовский, проверенный. Второе. Он все-таки в серебрении был. И в патине. Большинство предметов, большинство кортиков образца 1937 года Люфтваффе не патинированы. Потому что они просто алюминиевого сплава. И не имеют сверху серебрения. Этот же был посеребрен. И вот этот темный оттенок, ровный. Как раз идет патина по серебрению. Именно из-за этого он такой. Это мне на самом деле нравится. Это еще тоже одна из причин, по которой я взял. Ну и плюс, конечно, цена-качество. Здесь прямо вот именно хорошее. Здесь я поставлю и МПЦ, и Блиц. То есть, и минимальную цену, и Блиц. Для того, чтобы была видна разница. Потому что, конечно же, он не должен улетать куда-то в потолок. Все равно он не должен стоить, допустим, как такой же кортик, но в ментовом состоянии, в люксовом. Тем не менее, это четверка. Четверка даже с плюсом. Клинок здесь практически в идеальном состоянии. Опять же, этим же тоже меня предмет порадовал. Если бы здесь были пятна ржавчины, я бы уже, наверное, воздержался от покупки при вот этой цене. Но здесь пятен ржавчины нет. Клинок в родной полировке, в родной шлифовке. Просто вот именно... Вот его не улучшить вообще никак. В общем, предмет хороший. Я его выбирал. И, собственно, он сюда тоже пойдет. Как из таких извещей, которые я бы советовал сам в коллекцию. А это кинжал образца 1933 года. Так называемый кинжал пожарных команд. Он выглядит как штык парадный, но с S-образной гардой. И тоже в люксовом состоянии. Практически в очень хорошем состоянии. Именно подвес. Он сам по себе денег стоит. Вот этот подвес прилично. С клеймом дистрибьютора из города Золинген. Здесь вот мы видим на пяти клинка эту вещь. Полностью никелировка на нем присутствует оригинальная. Здесь есть потертости небольшие по головке рукояти. Но, опять же, в родном окрасе ножны. И очень крутой подвес. Такой подвес просто для понимания стоит в районе, наверное, 150 долларов. Вот так вот минимум. То есть, я бы за такой подвес дал бы 100-120 лёгкую. Потому что он кожаный, а не кожзам. Потому что кожзам такая тема более часто встречаемая. И хуже они сохраняются. А вот такие кожаные подвесы парадные. Это прям такая уже редкость. И часто бывает, что люди покупают... Для того, чтобы купить подвес, покупают целый нож. И это такая распространенная история. Особенно, если люди собирают парадные штыки внестроевые. С травлениями. С украшенными, с декорированными клинками. В этом случае уже не так и дорого заплатить. Допустим, 100-200 долларов за хороший подвес. Учитывая, что этот подвес улучшает вид предмета, который сильно дорогой. Поэтому именно по этой причине хорошие подвесы расходятся. И отдельно практически их в продаже не найти. И в этом комплекте ценно, что он именно в этом комплекте и остался. Никто ничего не снимал. И не старался продать отдельно подвес. Отдельно сам штык. Вот в этом интересный момент. И, кстати, обратите внимание, именно этот подвес был на этом кинжале. За счет того, мы можем это увидеть, что натертость на верхней части. Именно от головки рукояти. Если сюда другой какой-нибудь штык поставить, то натертость будет немножко другая. И видно, что по шпеньку, опять же, вот здесь тоже. Он именно здесь ходил. Поэтому такая приятная вещь. Она буквально недавно приехала из Америки. Это такие отголоски тех-шоу. Потому что, будучи здесь, находясь в России, я все равно имею доступ к вещам. Американским. И самые бодрые, самые хорошие предметы, которые там проходят, я все-таки сюда подтягиваю. А теперь магия кино. Быстро распакуем вот эти вещи. Итак, семь лотов, которые мы можем сейчас наблюдать на столе. Здесь интересные предметы. За счет того, что... Кстати, давайте все-таки еще восьмой достанем. Один. Он здесь будет прям в тему. Чтобы вот этот метрополитен не потерялся. И чтобы ему одному было не скучно. Просто все-таки это почти комплект, можно сказать. Это знаки метрополитен Кагановича. 35-й и 38-й год. И когда смотришь на эти знаки, прям так вот пропитываешься вот этой вот сталинской историей. И сразу же вспоминаются вот красивые станции московского метрополитена. И те станции, на которых остались еще следы. Обратите внимание, здесь имени Кагановича еще метрополитена. Это вот такой вот интересный тоже момент. Вот эти знаки тоже пойдут по достаточно демократичному старту. И пока вот таких предметов еще на аукционе не было. И опять же, если бы не аукцион, я бы эти предметы не покрутил. Это интересно. Еще один знак. Это техник летный. В хорошем состоянии. Это не идеальное состояние, но хорошее. Он обсуждался точно так же, как и знаки метрополитена. Тоже на форумы они были выставлены, показаны перед тем, как поставить их на аукцион. И по железнодорожникам тоже железнодорожники обсуждались. Так вот, состояние не идеальное, но очень хорошее. И знак самое главное, что оригинальный, подлинный, настоящий. Ну и по цене тоже он достаточно такой доступный, можно сказать. Это знак авиационного техника, военно-воздушных сил, рабоче-крестьянской Красной Армии. Настоящий это его самый большой плюс, то, что он ничего не мученный. Часто они бывают какие-то битые, выправленные и так далее. Здесь такой истории не наблюдается. Знак готов к труду и обороне присутствует. Такой прям хороший тоже, без каких-то проблем. Точно так же обсуждался и такой на достаточно редком подвесе, на самом деле, этот знак. И готов к санитарной обороне. Обратите внимание, здесь вот он такой детский с костром, вот здесь вот в медальоне. Тоже точно так же он выставлен. И все эти знаки пришли от разных коллекционеров. Потому что еще здесь есть три знака, тоже посвященные теме Министерства путей сообщения. Железнодорожные знаки. Всего, получается, пять штук выставлены сейчас на аукционе. И все они разные. И вот интересно, опять же, что так вот именно на этом аукционе как раз вот собрались. Здесь получилась такая целая мини-коллекция. И знаки сами по себе интересные. Потому что они такого единого стиля, единообразные. С точки зрения оригинальности они обсуждались тоже. Потому что перед тем, так как тема не моя, все-таки решил я выставить их на форум. Попросил выставить, чтобы они имели некое обсуждение. Ну и все с ними в порядке тоже. То есть нету каких-то переложенных эмалей. Если какие-то есть, какие-то моментики условно, то они все видны на фотографии. Подводных камней здесь нет. Специально для этого я их и выставил. Следующий этаж у нас включает в себя тоже ряд предметов по фалеристике. А также штык и кинжал. ЭСА образца 1933 года. Здесь кинжал в очень хорошем состоянии. Ножны без каких-то вмешательств. Тоже стальной прибор в никелировке с оригинальным окрасом. То есть он в том виде, в котором хочется людям брать эти предметы, чтобы взять и не улучшать. Здесь цинковая птица. Цинковые тоже цинкового сплава. Крестовина и головка рукояти. Тоже в никелировке. И в оригинальном, в отличном состоянии клинок. Тоже в родной полировке. Не точился, не шлифовался. Кончик не битый. То есть вот именно все как нужно. Все вот собственно как я нахожу. Когда хорошую вещь. Вот она вот в таком виде. Поэтому тоже здесь предмет будет поставлен на аукцион от меня. Эта вещь пойдет. Поэтому сейчас вот так вот ножны закроем и сюда положим. Еще один штык. Тоже на парных номерах к винтовке системы Маузера. 1943 год выпуска. Также он в такой достаточно грубой обработке. Но у него присутствуют вот эти вот следы ржавчины. К сожалению, они есть. И также вмятина здесь вот на ножнах. Поэтому этот предмет, он относится уже к таким более бюджетным. Тем не менее, это парные номера. Это отсутствие каких-то переворонений. Отсутствие каких-то дефектов скрытых. И отсутствие реставраций каких-то. Которые часто люди, допустим, берут. Вот такой предмет, натирают его. Чтобы он блестел, как сами знаете что. И пытаются продавать, как mint condition. Но здесь вот все именно честное состояние. Такое, какое оно должно быть у предмета, который лежал на таком. На чердаке. На хорошем, но на чердаке. 1943 год. Парные номера. Нулевый абсолютно клинок. Именно из-за клинка. Из-за номеров я его взял. И из-за того, что с ним ничего не делалось. То есть, он не протирался вообще ничем. Из Америки он приехал из Миннеаполиса. В Миннеаполисе был найден. Тоже такой интересный предмет. Ну и опять же здесь. Вот эти вот все дефекты. Всегда должны быть компенсированы ценой. Так и будет здесь тоже на аукционе. То есть, всего будет два штыка на аукционе. Один состоянием попроще. Один состоянием получше. Но оба предмета в оригинальном виде, в оригинальном сборе. Без каких-то вмешательств. Без подводных камней. Предметы, которые я нашел в Штатах. И, собственно, они теперь здесь у нас на столе. Следующие вещи мы также быстро распакуем в магии кино. Итак, сейчас следующий такой зал предметов был распакован. Здесь мы из самых недорогих. И предметов, которые были изначально выставлены, ну, просто как дань уважения. Ну и плюс еще, они просто сами по себе недорогие. Там старт, по-моему, 500 рублей у них. Это два знака. Подводная лодка и крейсер. Это знак командира надводного корабля. И знак командира подводного корабля. Это уже послевоенные знаки. Они вручались военнослужащим, офицерам, которые успешно сдали. Как это вот именно правильно по-военному сказать? Которые успешно сдали тест на самостоятельное управление кораблем боевым. Соответственно, когда человек сдавал, он получал вот такой вот знак. То есть, он не обязательно был именно в должности командира здесь и сейчас. Это знак, когда вы видите его на форме у человека. Зазначает, что этот офицер конкретно может быть назначен командиром корабля. Он имеет к этому, грубо говоря, допуск. Поэтому, например, когда идешь мимо военно-морской академии, к примеру, там вот ходят офицеры. И у них у каждого, наверное, ну, если не первого, то почти у всех вот такие вот знаки управления есть. Тоже такой интересный момент. Тем не менее, сам знак красивый. И иногда такие знаки просят, допустим, там, чтобы какую-нибудь подборку для деда, подборку для отца. Вот что-то такое вот украсить. И поэтому они просто были здесь оставлены. Это, можно сказать, мой какой-то момент такой сентиментальный. Тем не менее, это знаки послевоенные. Я обращаю тоже на это внимание. По, опять же, советам по нашей теме здесь есть две вот такие вот звезды на белую форму и эти звезды на закрутках. Звезды на гайках я не видел пока. Вот просто первый раз я наблюдаю такую историю. Возможно, это частный заказ. Нужно еще вот посмотреть. Потому что в основном они, естественно, просто на обычном креплении. А вот такие, ну, прям любопытно. То есть, это либо частный заказ, либо что-то еще. Нужно поизучать еще тему. Тоже я бы поспрашивал коллекционеров. Потому что многие не видели, например, вот такие вот именно на гайках. Хочу посмотреть еще тему, поизучать. Но, возможно, вполне вероятно. Я еще пока не буду это утверждать. Что если, допустим, их не заберут, я бы их по старту просто оставил себе. Потому что если с обратной стороны посмотреть, то все патина, все на месте. Все так, как должно быть. У нормальной оригинальной фурнитуры с подобным способом крепления. Еще есть знак МОПР Международное общество помощи революции. Такие знаки, кстати, носили в том числе с формой с военной. Потому что моя концепция собирания знаков по советам. Это как раз знаки, которые могли носить бойцы и командиры рабочей крестьянской красной армии на военной форме. И вот такие вот МОПРы могли носить и носили. Поэтому тоже такой вот интересный для меня предмет. Я имею в коллекции два знака. Один побольше, один поменьше. Вот нужно будет сравнить тоже вот с этим. Именно этого производителя у меня нет. Но я их как бы полную линейку и не хочу собирать. У меня вот есть две разновидности. Я думаю, что я остановлюсь. Хотя, кто знает, может быть какой-нибудь знак меня еще бы порадовал. По немцам необычный еще экспонат. Это мейсоновский фарфор. Врывается в аукционный дом в War Story. Здесь Адольф Гитлер изображен. И это не что иное, как вот мейсоновская такая вот плакетка. Мы видим мейсоновский знак. В 1939 году она была выполнена. Можно посмотреть по каталогам. Здесь старт просто буквально с 1000 рублей. И вот дальше сколько наберет. То есть, она была передана коллекционерам. И, собственно, он сказал, вот с 1000 рублей начинайте. И дальше вот как пойдет. То есть, то, что она уйдет, это 100%. А вот за сколько? Давайте тоже вместе с вами посмотрим. Опять же, делайте ставки в комментариях обязательно. И, кстати, вообще уже время этих, как их называют, время розыгрышей. То есть, время розыгрыша призов. Надо будет, кстати, разыграть приз в ближайшее время. Возможно, кстати, на стриме. На ближайшем мы это с вами сделаем. Вот, собственно, фарфор теперь тоже выставляется на аукцион. И на следующие аукционы. Уже я тоже немножко завесу тайны приоткрою. Фарфор будет выставлен, в том числе и наш агитационный. Спортивные знаки Гитлерюгенд. И полноразмерная версия. И версия в миниатюре. А также остфолькеры здесь присутствуют. Два остфолькера. Мы видим версию с мечами. И версию без мечей. Обратите внимание на мечи. В очень хорошем состоянии. Сам по себе предмет. И они довольно редко в таком состоянии попадаются. Обычно они с такой вот разноцветной патиной. Либо какая-то часть, может быть, там подсвела и так далее. Здесь вот такой ровненький. Приятный. И тот, который без мечей. Тоже в таком ровном, хорошем состоянии. Оба они на лентах. И вот на заколках. Знаки такие. Остфолькеры, так называемые. Или восточная звезда. Они вручались коллаборационистам. То есть, вручались военнослужащим. Которые примкнули к рядам немцев. И неоднозначное отношение у, естественно, нашего населения. Вот к таким вот медалям. К таким наградам и прочее. Но, тем не менее, это документ эпохи. Я не устану это повторять. И это вот такая история. Из песни слов не выкинешь. И такие награды тоже были. Потому что были те люди, которыми они награждались. И в том числе такие награды попадали в трофеи. И к американцам, и к нашим. Можно по-разному относиться к людям, которые их носили. Но, тем не менее, то, что они здесь есть. Интересен еще тот момент, что здесь нет свастики. То есть, это тот момент, когда немцы вот этой свастикой пожертвовали ее изображением. Ради того, чтобы награда была в большем почете у, собственно, населения, которому она вручалась. В общем, интересная вещь с таким глубоким бэкграундом. И тоже они выставлены на аукционе. Любопытно будет посмотреть по уходу. Кстати, по цене достаточно они такие нормальные. Можно будет изучить. В каталоге они уже выставлены. И на этом лоты не закончились. Давайте сейчас их распакуем. Это такой последний слой, который здесь лежит. И давайте, раз уж у меня в руках эта плакетка, с нее и начнем. Здесь интересный достаточно мотив. Две винтовки и сверху у нас немножко, конечно же, они в масштабе потеряли. Рюкзак, ранец, точнее, боевой походный с котелком и со скаткой на нем. И внизу солдат вермахта. Мы прекрасно видим по декале, что это некий пехотинец. Здесь закреплен. Эту плакетку я нашел в Огайо на выставке в конце 2020 года. И тоже вот она сейчас будет выложена на аукцион. Что интересно, кстати, здесь она собиралась из вот этих вот винтовок. Такие плакетки делались на заказ. Их великое множество, но они каталожные. Потому что вот эти вот элементы, их можно было заказывать отдельно. И собирать из них некую такую подборку. Вот здесь вот винтовки, к примеру, они двусторонние. То есть на них не задушились и сделали их с двух сторон. И это очень легко посмотреть. Вот видите, здесь стебель затвора вправо торчит. Соответственно, когда мы видим вот здесь вот винтовка. Другой стороной показано. Также стебель затвора там отлит. И это послужило причиной того, что она немножко вот здесь вот топорщится. Но, тем не менее, это вот именно оригинальный сбор. Настоящий именно в то время. Из недешевых, между прочим, предметов. Потому что как раз вот такие вот односторонние, с упрощенным дизайном с тыльной стороны, винтовки, либо вообще все что угодно, они попадаются чаще. Здесь же такого нет. Поэтому такой интересный момент. Тоже вот классическая на такой основе, крашеной в черный цвет. И тоже вот на классических вот этих вот винтах она находится. Здесь цифра 4, как правило, это просто в каталоге билось, например, что четверка. Это вот типа как артикул каталожный. И еще здесь где-то вот карандашом тоже такая вот подпись. Такие плакетки часто вручались в качестве поощрения, либо награды, например, за стрельбу, либо за какие-то отличия. То есть тоже такой один из моментов, какой-то памятно наградной, что называется. И вот для оформления коллекции в Америке очень популярная тема. И у нас тоже популярная. Потому что опять же за счет каталожности, за счет того, что можно собрать завершенную некую коллекцию, люди такие подбирают, смотрят. И стоят они прилично. Здесь вот конкретно старт будет такой вот человеческий. Прям вот она цена-качество хорошая. Часто еще бывает они сборные. Здесь все хорошо, это все чисто от нее. Она правильная, потому что ее подбирал я. И, кстати, стоит отметить, что много подделок таких вещей. То есть их берут и льют из желтого металла, там из бронзы, из латуни и прочее. Но опять же стоит отметить, что из латуни вот такие вот желтые предметы, это как раз вот часто самое что ни на есть фуфло. То есть они должны быть либо цинковый сплав, либо это должен быть, например, шпиатр, либо вот что-то такое. Именно немецкие металлы, те, которые использовались в то время. Если же это бронза, то бронзу тогда так просто не использовали. Ее наоборот было даже там условно запрещено. Но если не на законодательном уровне, то просто не использовали ее. Брали какие-то цинковые сплавы. Это видно по холодному оружию, это видно по наградам и так далее. А здесь вот когда я вижу всякие там барельефы военнослужащих в бронзе, например. Особенно если они полностью отлиты целиком, не пустотелой. Но это как бы сразу же можно такой штамп ставить. И вот мягко говоря сомнительно, а иными словами подделка. Ну вот здесь же все хорошо. По печатной продукции подробно мы ее с вами отсмотрим в дальнейшем. Подробно мы ее с вами можем посмотреть в стриме. Я обязательно покажу. Здесь фотографии. Фотографии достаточно редкие. Вот, например, водитель с нарукавной нашивкой фельдхернхалле. С нарукавной лентой. Это редкая тема. Либо, например, наш красноармеец. Тоже значки с двумя знаками. Ворошиловский стрелок. И готов к противовоздушной химической обороне. С петлицами и с буденовки. Он здесь показан. Также вот есть такие вот открытки. Это памятная фотография. Наш летчик отправил своим родителям, насколько я помню. Там по подписи с обратной стороны. Либо для филателистов. Очень интересная тема. Это выставка автомобильная в Берлине. Как раз вот у нас здесь показан Benz. Будущий Мерседес. А также здесь еще концепт народного автомобиля. Volkswagen здесь есть. И это специальный выпуск марок со спецгашением. Именно как раз вот к последней выставке, которая при Третьем Рейхе проводилась в 1939 году. Это мотоциклетная и автомобильная выставка. Как раз вот свои достижения они там показывали. И здесь у нас Дрезденбанк. То есть, банком Дрездена была выпущена. И с обратной стороны Дойчебанк. Дойчебанк, который по сей день выдает кредиты населению. Соответственно, эти вещи мы с вами тоже можем отсмотреть. Потом более подробно на стриме, когда у нас будет побольше времени. Возьмем часок с вами. Посидим, полистаем фотографии. Тем, кому это будет интересно. Будет интересно. Подборка по Крикс Марин. Здесь есть тоже целая подборка из фотокарточек. Здесь есть боевые корабли, торпедные катера, подводные лодки и так далее. Вот здесь, соответственно, гребли отрабатываются. Это такая группа фотографий. Группа почтовых карточек целая. Но она не полная. Там была серия. Есть каталог. Есть какое-то количество именно сколько было в этой серии предметов. Но вот здесь конкретно небольшая подборка выставлена. Ну и по цене тоже достаточно гуманное начало. Я тоже думаю, что она уйдет просто как минимум по начальной цене. Ее кто-то изъявит желание взять. И закончим. Завершим мы наш обзор коллекции. Вот таким вот флагом. Это флаг, так называемый Крикс флаг. Военный флаг. Размер 80 на 135. Если мы посмотрим, здесь также еще присутствует клейма. И, естественно, никакой синтетики. Флаг оригинальный. В очень хорошем состоянии. И в таком состоянии флагов практически не встречается. И всегда флагом вражеским. Были рады военнослужащие. Потому, что посмотрите на эти фотографии. Наши моряки нашли вот такой же ровно флаг. Растянули его. И обратите внимание, что вот еще одна есть фотография. Тоже где флаг со свастикой. Какой-то на капотный, видимо. С какой-то техники наши бойцы сняли. Что вот эти моряки. Что здесь бойцы имеют трофейное огнестрельное оружие. И вот слева, что на одной фотографии. Что слева на другой фотографии. У бойцов МПХ. Поэтому тоже такой интересный момент. И здоровый интерес как раз к трофеям. В том числе к таким. Это флаг классический. Но чем мне конкретно этот нравится? То, что он просто в абсолютно нулевом состоянии. То есть, из разряда взять и не улучшать. И на нем очень круто фотографировать, конечно, вещи. Вот, например, сфотографировали на таком флаге моряк немецкий. Ну, прям вот именно видно. Такая фотография сразу сочная. Поэтому такой интересный момент. Я тоже думаю, что с этого аукциона он продан. Будет этот флаг. Потому, что ну, прям хороший. Как правило, эти флаги встречаются на рынке значительно хуже. За незначительно меньшие деньги. Здесь же все хорошо. Я считаю, что тоже здесь флаг скорее всего почти гарантия на самом деле. Что флаг найдет нового владельца после того, как этот аукцион будет завершен. Вот уже буквально в следующий понедельник. Сейчас я напоминаю, что уже торги идут. И все эти вещи можно посмотреть. Если вы смотрите эту вставку сейчас. И мы ее не вырезали на этапе монтажа. Это значит, что мы находимся в Выборгском заливе. Где-то в районе острова Тейкар-Саари. Пытаемся найти что-то важное и интересное в зоне высадки нашего десанта. Но в этот раз мы решили пойти туда не с лопатой и металлоискателем. А с аквалангом, с баллоном сжатого воздуха. И попробуем что-нибудь найти в прибрежной зоне. В зоне высадки десанта. Тем временем сейчас уже идет аукцион. В воскресенье, либо в понедельник. А может быть и в воскресенье, и в понедельник будет стрим. Будет прямой эфир. Я обязательно в Телеграм-канале сделаю обзор. Присоединяйтесь к Телеграм-каналу, чтобы ничего не пропустить. А также предметы, если вам интересно фотографии посмотреть, с незакрученными свастиками. Потому что вот вы видите сейчас на экране скрин непосредственно с аукциона. На аукционе, к сожалению, нужно закручивать свастики вот эти. Просто на всякий случай. В Телеграме этого делать не нужно. И туда можно просто чистые фотографии сбрасывать. И если кому-то интересно, на предмет сколов эмали, на предмет каких-то дефектов. Или, например, достоинства какие-то рассмотреть получше. То вы запрашивайте, и мы сбросим в Телеграм-канал интересующий вас лот. Без вот этих вот ретуши на фотокарточках. Все. На этом я с вами прощаюсь. Переходите по ссылке в первом закрепленном сообщении. И по ссылке в описании на аукцион непосредственно. Пишите в Телеграм-канал. Всем вам доброго вечера. Удачи на торгах. И увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!